Всем привет, меня зовут Кононов Антон и сегодня я расскажу как настраиваться демонстрация экрана на сервисе Proof.me То есть нажимаем на рабочий стол и у вас выходит вот такое вот оповещение, что программа не настроена. Как же ее настроить? Нажимаем по ссылочке как настроить и здесь все расписано. В принципе можно разобраться даже без видео. Я покажу видео, чтобы вам было понятно. Смотрите, здесь есть Windows 32, Windows 64. Как это понять, какое для вас программа. То есть Windows 32 это для более старых компьютеров, которым лет 15 уже есть. Скорее всего у них 50 на 50 есть Windows 32. Если же у вас лет 10 компьютер, то Windows 64 у вас примерно стоит. То есть в основном нажимаете, у всех уже почти новые компьютеры, нажимаем Windows 64 и у вас начинает скачиваться вот такая программка как бы Windows 64 EXE файл. Его нужно нажать, ну вот здесь сейчас вы увидите, нажимаю да, то есть подтвердите, нажимаю next, 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 install. то есть он производит установку программы. И вот здесь вот нужно запустить программку, которая именно для демонстрации экрана. То есть финиш, ждем когда эта программка прогрузится. Она в принципе недолго грузится, ну может секунд 30 грузится. Сейчас вот ждем, когда она прогрузится. И скажу, что сделать. Вот она загрузилась. Сейчас напишу, что готово к работе. Смотрите, вот она написала. Что нужно сделать, чтобы не потерять ее перед демонстрацией экрана, именно когда вы заходите в вебинар с демонстрацией экрана провести, чтобы ее не искать в программных файлах, чтобы запустить, нажимаете правой кнопкой мыши. Вот она уже видите, она ранее была установлена и закреплена в панели задач. Снизу правой кнопкой мыши нажимаете на значок, когда открыта эта программа, и нажимаете закрепить, чтобы она у вас всегда была в закрепленных. То есть чтобы вы нажали, зашли в вебинар в комнату, и у вас такого окошечка, вот видите, уже даже сразу же изменилось, уже как настроить нету, но как бы у нас здесь открыто, я дальнейшее проведу, как нужно дальше установить. То есть листаем вниз. То есть здесь меню настройки, я сейчас покажу, где именно на Mozilla находится, то есть мы сразу же копируем вот этот вот путь. Копировать. То есть открываем новую вкладку, нажимаем вот здесь вот три полосочки, нажимаем настройки, нажимаем приватность и защита, листаем самый низ. И здесь вот запрашивать у вас сервера в подтверждение на текущий статус сертификатов. Нажимаем просмотр сертификатов. Здесь он у нас уже, видите, как видите, добавлен. Вам что нужно сделать? Добавить исключение. Тут у нас скопировано вместе с путем. То есть вот так вот получить сертификат. То есть, ну он как бы пишет, видите, идентификация этого сервера уже здесь действительно и проверено. То есть нет необходимости добавить исключение. То есть у вас будет подтвердить и поставить галочку постоянно хранить это исключение, чтобы у вас постоянно не нужно было добавлять исключение. То есть я нажимаю отмена, так как она уже установлена. Ну в принципе все, как эта программа работает. Вот как я вам сказал, вот эта программка, она у вас, когда вы заходите провести демонстрацию экрана, она должна быть включена. То есть она не включена. Вот сейчас вот нажмем и перезагрузим. И мне скажут то, что настроить. Сейчас подождем, когда перезагрузится. Нажимаем рабочий стол. Видите, я ее не включил. И она опять просит оповещения. Сейчас я включу эту программку. И она как включится, я перезагружу, уже будет все нормально. Вот она загустилась. Я перезагружаю браузер. Уже есть демонстрация экрана, которая нам нужна. Я думаю, видео это вам будет полезно. Следующее видео сниму, как запустить эту демонстрацию экрана в Яндекс браузере. Всем пока-пока.